В Челябинске не будет мрачных зданий, а разглядывать лепнину и колонны жители смогут даже по ночам. В городе стартовала программа по наружному освещению знаковых объектов. Так накануне уже вышла из сумрака публичная библиотека. Глава города Станислав Машаров представил проект архитектурной подсветки. Подробности в нашем репортаже. Раньше публичную библиотеку освещали только уличные фонари, а потому в темное время суток фасад здания было не разглядеть. Но теперь все это в прошлом. И колонны, и лепнина вышли из ночного сумрака. По инициативе Станислава Машарова в библиотеке включили локальную подсветку. Вы знаете, что с функциональным освещением у нас в городе все хорошо, но город-миллионник, он достоин и того, чтобы выглядеть в ночное время тоже красиво. Вы знаете, что где-то локальные подсветки зданий у нас в городе есть. Это частные здания, которые существуют, но такого серьезного проекта, который бы украсил наш город и в ночное время, до сегодняшнего дня не существовало. Между предприятиями, которые занимаются городским освещением, власти проводили конкурс. Проект отбирали по нескольким критериям. Внешний вид здания и энергоэффективность. В итоге наружное освещение потребляет менее двух киловатт, а для подсветки выбраны специальные светодиодные лампы. Уральские морозы им ни по чем. Горожане сразу оценили столичный прикид ночного Челябинска. Вот хотя бы видно. Тут как раз дорога с вокзала. Ну я рад такой тенденции, что у нас все так развивается, что наш город не просто какой-то темный, малоосвещаемый, а именно вот такой вот яркий. Ну как, а то оно бы темное здание, а тут, может быть, некоторые дети подрастающие, может быть, зайдут. А многие ходят, кстати, сюда. Станислав Машаров обещает, у Челябинска будет в буквальном смысле светлое будущее. В планах вывести из сумрака весь проспект Ленина и знаковые для города здания. Сейчас для каждого из строений архитекторы подбирают индивидуальную подсветку.